Обращение к президенту Республики Молдова от лица молдавской диаспоры. 28 апреля. На территории Польши, граница с Украиной, Краковец, находятся 200 граждан Республики Молдова, не имеющие возможности вернуться домой. Требуем срочного решения вопроса по выделению транспорта. Требуем выделения самолетов для граждан, которые находятся на территории Польши. Заполняют тысячи граждан анкеты, но реакции со стороны правительства нет никакой. Такая же ситуация во Франции, в Германии, в Италии, в Португалии, в Испании, в Российской Федерации. Требуем оперативного решения вопроса по возвращению всех граждан, желающих вернуться домой. Требуем предоставить поезд для граждан, желающих вернуться с Российской Федерации. Многие женщины находятся в положении и не имеют возможности перелета. Требуем поддержки диаспоры, которая сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Господин Президент, мы просим нас услышать. Сотрудники консульских служб работают в непонятном для нас режиме. На телефоны не отвечают, на письма не отвечают. Граждане находятся в неведении. Не имеем никому возможности обратиться и получить консультацию. Те авиарейсы, которые предоставлены, непонятно каким образом вы выполняете работу. Происходят звонки с непонятных номеров, скидывают непонятные сайты, требуют оплатить в кратчайшие сроки билетов. Просим вас подойти к вопросу комплексно и систематически отслеживать, что происходит с гражданами Республики Молдова, желающих вернуться в страну. Граждане находятся в отчаянии. Граждане готовы перекрывать международные магистрали для того, чтобы их услышали. Во избежание международного конфликта, связанного с гражданами Республики Молдова, мы требуем, молдавская диаспора, требуем вернуть нас домой. Здравствуйте! Разговаривает Николай Николаевич, татару фамилия. Сегодня 28 апреля 2020 года. Вот люди, которые находятся на границе Краковец. Граница называется Краковец. Мы все в Польше, мы не можем никак выезжать домой. Прошу вас, обращаемся к президенту Молдовы, Дадону. Прошу вас обратить внимание, чтобы мы как-то добирались домой. Помогите нам. Смотрите, сколько тут людей. Сколько хотят домой. Ну, мы рады, вы тоц, катиуну. Ворог, Формоз. Считаем количество людей, лорс. Считаем количество. Ну, мы рады, вы катиуну. Граница, граница. Считаем means домой, вы, не будете не подуш Para даро. Граница, шоуф, 50. 50 50 50 53 54 57 80 дальше не вы теме 85 90 91 92 93 95 100 100 150 180 180 180 180 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 126 127 127 128 131 131 132 133 133 37 37 134 132 141 141 151 151 151 151 151 151 152 152 141 151 152 152 153 153 154 154 163 163 164 165 привет я сделаю все же все возможного ребята пожалуйста как ты хочешь домой или нет чё ты думаешь какие мнения у тебя у правительства нашей молдовы спасибо большое хороший вот люди еще идут есть кому что сказать смотрите вот люди у нас мы сочетались где-то около 160 но люди еще подходят и подходят кто услышали меня а люди уже неделю из которой стоят на улице делали телевидение делали все возможного люди скажут деньги нету блять шоу какие у тебя мне вот смотрите люди голодают автоматом тут люди голодают и мне что кушать не что пить нам полиция уже кушать носит а сколько они прокормят 150 людей 200 300 скажи что-нибудь о себя как ты хочешь добрый забирайте всех все граждан республики молдова забирайте домой это убедительная просьба к вам вообще мы просто станем на автобаме остановится движение вся мы засчитались где-то во сколько людей там мы сочетались там 160 вас тут примерно сколько кто может сказать цифру какую-то приблизительную 63 плюс 6 у нас 160 плюс 63 это приблизительная цифра точно не можем сказать вот люди еще стоят дальше и так и идем еще на таможне и да закрыт еще 22 человека вот развозвращаюсь туда назад ко всем людям скажите пожалуйста свои мнения мы обращаемся к президенту напрямую кому не обещаюсь кому не обещаюсь мы уже неделю по дорогам это те которые на таможне сидят